Огни пролетают мимо, их холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне, то затихая, то просыпаясь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике у водителя, но я её не слушал. Я смотрел в запотевшее окно автобуса на проезжающей мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно, и погруженные в свои дела они не задумываются о вопросах, мучающих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьёзные проблемы, а может им живётся куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывают поступки человека легко предсказуемы, но пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это свето-представление, и мне почему-то безумно захотелось спать. Глаза закрылись всего на полсекунды, и... Всем привет! Сегодня 27 августа. Как говорится, тили-тили-тралливали, лето все мы прогуляли. Вы слушаете 20-й, последний выпуск этого лета. Подведу в нём некоторые итоги, отвечу на вопросы, обсужу релизы. Начинаем! Всё, что я говорю в данном аудиоблоке, является моим мнением и не ставит перед собой цель оскорбить вас, ваши ценности и взгляды. Приятного прослушивания. Те совпадения случайно. Итак, до конца лета осталось всего 4 дня. Ха-ха-ха, буду вам напоминать, как истинный злодей. Что же такого я сделал за это лето? Есть же какие-то моменты, которые мне запомнились. Как бы там ни было, июнь я благополучно просидел дома. Разве что в конце месяца мы сделали топ-10 самых ожидаемых аниме летнего сезона. Затем в середине июля я решил сменить обстановку и отправился в Москву. Неделю там побыл. Было весело. В первый день гулял по городу, пытаясь найти дом. В последние дни встретился с ребятами из команды, погуляли неплохо. Потом в конце июля поехал в деревню. Там меня покусали пчёлы, муравьи, это я особенно запомнил. Гады. Лучше бы не вспоминал. В августе сходил первый раз за несколько лет в кино на отряд самоубийц. В середине августа поехал на утреннюю рыбалку, больше не поеду. Вот в принципе и всё моё лето. Всё остальное время я тупо сидел дома, залипая в монитор ноутбука. Играя в дотку, овервоч, кс и так далее. А как прошло ваше лето? Что вам запомнилось больше всего? Пишите, почитаю. На этой неделе всё-таки взялся проходить бесконечное лето. Записал я такой пролог и подумал. А почему не озвучить полностью все концовки? Чтобы вы могли послушать. Кстати, пролог уже готов и оценить качество проделанной работы можно в моей группе. Делаем пока вдвоём с Аней. Но может кто-то потом ещё присоединится. Вообще, очень быстро время проходит за чтением и за монтажом. Как по мне, получается что-то неплохое. Главное, чтобы хватило силы и энтузиазма закончить всё до конца. Именно из-за этого выпуск не будет очень большим, хочется уже приступить к монтажу первого дня. Который, кстати, уже озвучен. Спасибо всем, кто этим интересуется. Было бы ещё приятнее, если бы вы помогли распространить это. А теперь, пожалуй, отвечу на несколько ваших вопросов. Тех, а когда у самых богатых даберов СНГ будут такие же зарплаты? Никогда. Хотя, кто знает, что с нами будет лет через пять. Го, аудиокниги пилить. Неплохо получается. К сожалению, читать я любил разве что в детстве. Я прочитал настолько много всего тогда, что сейчас мне уже просто не хочется. Только если коротенькие рассказики будут читать когда-нибудь. Смотрел страшилку ночью, и как мне после этой истории спасть? Воруй ответ Пирорино. Как написали выше спиной к стенке. Можно побольше таких ужастиков? Да без проблем, только истории мне по-настоящему страшных. Но присылайте, и всё будет. Когда выпустят новую серию аниме «91 день»? Один войсер на этом релизе приболел, поэтому график немного сдвинулся, и таймеру пришлось таймить сразу много всего. Думаю, что через неделю эта проблема решится. А перса уже отгадали? А я не скажу. Думайте всю неделю. Предлагайте. Песню из осу небось взял? Откуда ж ещё? И следующая песня тоже оттуда. Уж ничего не могу поделать с тем, что так много играю в эту игру и натыкаюсь на бодрые песни. Что тебя привело к озвучке аниме? Чистая случайность. Позвали попробовать в начинающую команду, и я согласился. Ну а потом втянулся и всё, пропал. Догонит ли Шарон? Знаю, что Шарон, но так прикольнее. Аниме? Рея жизнь в другом мире с нуля, по количеству видеозаписей, выложенных на сайте Ани Липри. Нет, потому что я делаю выпуск раз в неделю, точно так же, как и выходит серия. Увы. А ты рад тому, что добавят Аркану на Джиггернаута? Опа, ну ничего так, ничего так. Но я хотел Аркану на Шторма. Переходим к релизам. Берсерк почти всеми озвучен. Сегодня к ночи должен выйти. Знаете, с этим релизом постоянно что-то случается. То я в Москве, то кто-то на даче, то болеет кто-то. Но хорошо, что релиз всё же делается без задержек. Я это к тому, что Дейза снова придётся подменить в этой серии. Экзамен у парня в понедельник. Пожелаем ему удачи. Сказания из истерии снова радуют нас своими разговорами о взаимопомощи и крепкой дружбе. Такой сюжет мне как-то больше по нраву, нежели сражение большую часть серии. Хотя, я бы и на сражение в истерии посмотрел. Серия неплохая. Вышла быстро за два дня. А вот следующая, напоминаю, в воскресенье понедельник. А вот сервам порадовал меня одним очень интересным персонажем. Кто-то скажет, что он просто психопат какой-то. Но психи тоже по-своему хороши. И ещё, наконец-то, произошёл какой-то сдвиг, и герои начали действовать. Так, не спойлерить, не спойлерить. Мы заботимся о ваших впечатлениях. Смотрите сами. А серия вышла за три дня, в пятницу. Следующий ожидаем во вторник. Один из отвергнутых изгой вышел быстро, за три дня. Что по поводу сериала, я не понимаю, что там происходит. Поэтому просто забейте и смотрите. Серия выходит сегодня, а там как озвучим. Ну вот, вроде как по всем релизам и прошёлся, можно и выпуск заканчивать. Простите, что так мало с вами сегодня побыл. Просто реально тянет сесть за монтаж новеллы. Вот вам недельная фразочка. Да, всё начинается с действия. Ты ничего не добьёшься, если не приложишь усилий. Удовольствие застой, а застой это смерть. Я хочу знать, увидеть, почувствовать, испытать, понять. Что же это за персонаж? Свои варианты предлагайте в комментарии. Прошлым персонажем оказался Пак из Берсерка. А первым угадал его Ярамир Перунов. Поздравляю, бро. На этом выпуск подходит к своему концу. Спасибо всем, кто до сих пор со мной. Вы слушали 20-й выпуск Шаровых Диалогов. Кстати, первый выпуск моего блога вышел 26 марта. То есть, ровно пять месяцев назад я сделал первый шаг в этом направлении. Очень рад, что я это дело не забросил и продолжаю придумывать и творить. До встречи через неделю. Чао. А вот и трек в конце выпуска. Лето заканчивается, унося за собой тепло и радость. А вам приятного прослушивания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok